Первый дом подключили к построенным газовым сетям в деревне Полуянова Тобольского района. В рамках догазификации здесь проложили почти 7 километров газовых сетей и 129 подводов к домам. Догазификация охватило 86 населенных пунктов Тюменской области, рассказал директор регионального департамента ЖКХ Семен Тегинцев. Он также напомил, что в регионе поддержку по подключению газоснабжению могут получить 48 льготных категорий граждан. Это и ветераны труда, многодетные семьи, семьи участников специальной военной операции, а также другие категории. Субсидию в размере 130 тысяч рублей можно потратить на строительство подводящих сетей и приобретение внутридомового газового оборудования. В прошлом году такой поддержкой воспользовались порядка 1200 человек, 1200 даже домовладельцев, так правильно будет сказать. В текущем году эта цифра уже доходит до 2000 заявителей и в следующие годы мы планируем, что эта цифра будет примерно на таком же уровне. Конечно, для того, чтобы воспользоваться такой социальной поддержкой, нужно прийти в администрацию свою местную, в администрацию муниципального образования, написать соответствующее заявление, но при этом при всем заранее, конечно, нужно подать заявку на технологическое присоединение. Хозяйка первого дома, в который пришел газ Наталья Печоркина, ветеран труда. Женщина несколько десятилетий трудилась в колхозе «Победа» в Тобольском районе. Теперь ее дом оснащен современным газовым оборудованием. Региональная субсидия покрыла практически все затраты на газификацию. Очень долгожданное событие. Ждем мы его уже очень долго. Поэтому, когда запустили вот эту программу по газификации полуяновского сельского поселения, с главой администрации получилось так, что на встречу с Александром Викторовичем съездила я, он все объяснил, какая будет социальная поддержка. Вот приехала подрядная организация, все смонтировала, все подвели. Раньше было электроотопление. Ну, было дороговато. Газовики привели для Натальи Печоркиной обязательный инструктаж по безопасному использованию газа. Напомнили, что техническое обслуживание газового оборудования должно проходить ежегодно. Региональный директор «Газпром Межрегионгаз Север» Борис Хачатуров рассказал, что в Тобольском районе с 2019 года газифицировали 7 населенных пунктов. В планах газификация еще 13 деревень. Данная деревня газифицируется впервые. И помимо того, что мы сможем людей газифицировать, мы также сможем газифицировать и социальные объекты. Это и ФАПы, и школа, это и администрация и так далее. Для прокладки газопроводов используют метод горизонтально-наклонного бурения. Это ускоряет прокладку труб и не нарушает богоустройство. Таким способом в деревню проложили 7 километров газовых сетей. Кроме того, специалисты компании «Газпром Межрегионгаз Север» рассказали ученикам Полуяновской школы о безопасном использовании газового оборудования. Также школьники отработали порядок действий при утечке газа. Среди главных правил, как действовать при обнаружении запаха газа, перекрыть газовый кран, открыть окно для проветривания, покинуть помещение и вызвать газовую службу по телефону 04 с мобильного 040. Ребята составили плакат. Каждому в завершении вручили диплом газового агента.